Городской жилищно-коммунальный сервис паразитируют на одесситах. Деньги берут, а работать не хотят. Жалобу на коммунальщиков поступает в нашу редакцию постоянно. Примеров безделья коммунальных структур пруд-пруди. Есть они почти в каждом дворе. Жильцы дома номер 47 по улице Ивана Франко безуспешно пытаются заставить коммунальщиков работать. Даже просто подходить к дому опасно. Огромные стволы старых деревьев могут рухнуть при сильном ветре. Однажды такое уже случилось. Тогда пострадала только крыша. Мы боимся, что вот это дерево, оно просто если упадет, здесь будут сильные разрушения и еще, не дай бог, может кто-то погибнуть. Вот эта вот труба, которую вы видите, она идет от элеваторного узла того дома. Значит, 20 лет, а может даже и более, она не ремонтировалась. Когда подают теплоноситель по этой трубе, то фактически обогревают атмосферу. Это на фоне того, что поднимаются тарифы и на фоне того, что премьер-министр Азаров говорил, нам надо утепляться. Вторая беда – ливневая канализация. Двор понижается по направлению к дому. И только здесь остались два работающих канализационных стока. Да и те периодически забиваются землей и мусором. Эти кадры один из жильцов снял во время последнего ливня. Такое случается регулярно. Но ЖКС слишком занят какими-то более важными делами. До двора по улице Ивана Франко, 47, у коммунальщиков руки не доходят. Нас заливает парадную. До третьей ступеньки парадную заливает вода. Пройти, выйти, когда идет дождь, нельзя. Мы сами чистили два раза эти канализационные стоки. Но почему мы это должны делать, если мы за все это платим? Это должно делать ЖКС. А ЖКС вообще никакого внимания на нас не обращает. Щитовая находится так, что когда поднимается уровень воды к первой ступеньке, вода может попасть в щитовую. Жильцам этого дома, как и многих других, пришлось убедиться в том, что писать обращения и жалобы нашим чиновникам совершенно бесполезно. Кабинетных деятелей чужие беды не трогают. А за свои места они не боятся. Мы написали заявление на имя начальника Дезавузовский. Вот оно. Простите, вот оно. Вот это заявление с нашими подписями. Вот тут печать, что они его приняли. Соответственно, дата, все есть, входящий номер. И написали второе заявление на имя начальника Горзелентреста города Одессы. Вот оно. Риф Александру Григорьевичу. Вот то же самое. То есть они абсолютно одинаковые. Ни с одной стороны, ни с другой мы никаких ответов пока не получили. И, судя по всему, в перспективе не получим. Мира города просим, чтобы он приехал и посмотрел на этот дом, на все эти беспорядки. Очень-очень-очень много недостатков, которых обязан делать ЖЭК, но он ничего у нас не делает. Все, что можно, жильцы дома делали сами. Подрезали ветки, которые били по крыше при сильном ветре. Ремонтировали подъезды, убирали двор. Привести в порядок теплотрассу и спылить деревья они не могут. Зелентрест и ЖКС готовы выполнить любой заказ. Правда, за отдельную плату. Если же называть вещи своими именами, это вымогательство. Наша городская власть такое допускает и покрывает. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУГ.